Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Сегодня хотел вас познакомить с творчеством финского художника шведского происхождения, наиболее известного по иллюстрациям Калевале, Акселе, Вальдемар, Гален, Калело. Видный представитель золотого века финского искусства, периода 1880-1910 годов, в период пробуждения финского национального движения, когда начался массовый перевод иностранных фамилий на финский язык, изменил свою шведскую фамилию Гален на финский манер Калелла и объединил оба написания в двойную фамилию. Я цитирую Википедию. Родился в Поре, семья юриста, учился в Хельсинки, затем в частной академии Адольфа фон Беккера, затем в Академии Жулиана в Париже. Его ранние полотна отличаются точным реалистическим изображением финской народной жизни и природы. В 1890-х годах Гален Калелла обращается к Адреллофинскому народному эб, работает над триптихами, афортами и иллюстрацией. В своем творчестве он использовал символику и художественные приемы стиля модерн, что особенно заметно в циклах росписей в мавзолеях Юзелиуса в Поре и в финском павильоне на Миссивирной выставке в Париже. В 1841 году женился на приемной дочери своего брата София Антуанет, чью долю наследства он позднее выкупил на свое имя. София Антуанет умерла в 1855 году, оставив пятеро детей. А уже в 1858 заключил новый брак с Матильдой, дочерью морского капитана и судовладельца. Матильда Галлен была увлеченным художником и любителем. У него было несколько детей от первого и второго брака. Путешествовал с семьей по Британской Восточной Африке, ныне Кения. В 1918 году Галлен Каллила и его сын принимали участие в боевых действиях в финской гражданской войне. И позже генерал Маннергейм предложил Галлен Каллиле заниматься дизайнером флагов государственных символик, герба-флаг Тинской Республики, орден Белой Розы Финляндии, орден Креста Свободы. А также он занимался униформой независимой Финляндии. В 1919 году был назначен адъютантом Маннергейма. Художником был разработан финский форменный штык-нож образца 1919 года, выпускавшийся компанией Fiskars. Действительно знаменитые ножи. В декабре 1923 по мае 1926 жил в США, где открылась выставка его картин. Поддерживал молодых художников Ахала Валла, защищая его от обвинений в связях с коммунистами. Умер от воспаления легких в Стокгольме 7 марта 1931 года, возвращаясь после лекции из Копенгагена. В 1961 его дом-студия Веспа была превращена в музей Галлен Каллилы. Ну вот, наверное, и все, что мне удалось найти в интернете. Работ тоже не очень много. О финского художника шведского происхождения, наиболее известный по иллюстрациям Каллиуали, Аксели, Вальдемар, Галлен, Каллила. Все, всем пока, всем привет, до свидания.